Привет, друзья, с вами Aram. Сегодня мы поговорим про новый плагин от компании Arturia под названием EFX Motion. EFX Motion – это процессор, что-то похожее на Cable Gas Shaper Box, в котором есть Volume Shaper, Noise Shaper, Drive Shaper, Filter Shaper и так далее. Давайте рассмотрим органы управления, посмотрим, как оно работает, но вначале скажу, что она отличается от Volume Shaper и функционалу, и в целом она предназначена и для других задач тоже. Давайте сейчас разберем, что находится под капотом и, естественно, послушаем, как это все звучит. Изначально сверху у нас находится блок самих пресетов, AB сравнение, Advanced режим, дополнительный блок. Сам прибор можно разделить на три блока. Верхний основной блок состоит из блока входного сигнала фильтрации, где вы можете выбрать определенный регион, где вы можете сделать обработку, либо вы можете сделать обработку на Full Spectre. Можно здесь назначить макросы дополнительные и одной ручкой управлять комбинациям эффектов. Далее у нас Output громкость, Dry and Wet. В центре находится Motion Editor, но иными словами говоря, в центре у вас находятся эффекты, которые между собой могут работать. Давайте начнем по порядку и посмотрим каждую из них. Блок фильтрации. Здесь вы можете выбрать тип самого фильтра. Представлен неплохой набор фильтров. можно выбрать типом в лопу тут. А также можно все это нарисовать мануальным образом. Следующий эффект это Drive. Здесь можно выбрать тип сатурации, soft clipping, tape сатурация. Давайте сделаем Output потише. А также можно все это запрограммировать секвенцию. блок шумового генератора. Например, белый шум. volume шейпер. Здесь можно получить типичный такой сайчейн. а также можно сделать вот такие креативные вещи тоже. Ну и самый последний блок это пан шейпер. Эффект панорамирования и по сути все эти эффекты в связке могут дать вам разные результаты. В самом приборе есть блок эффектов. Первый блок это repeat, повторы и дополнительные два слота, в котором вы можете загружать определенные эффекты. Например, вы можете загрузить реверберацию, либо delay, chorus и так далее. блок репитов, блок повторов. Здесь можно сделать роллы, реверсы, питчи, скретчи, стопы и так далее. Ну иными словами говоря, это очень креативный такой блок, с помощью которого вы можете получить разные результаты. Давайте спрограммируем вот таким образом, чтобы вам было понятно, что можно делать с помощью данного блока. Нужно сделать такие тайп стопы, например. Снизу у нас есть три блока модуляции, function, sequencer, random, а также можно envelope follower, то есть дополнительный тоже блок модуляции. Вы можете использовать эти эффекты одновременно, а также вы их можете использовать на отдельные параметры. Ну вот и весь функционал. Но давайте для начала рассмотрим факторы пресета и посмотрим, что же он может в связке всех этих эффектов. Послушаем это на примере баса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В конце могу сказать, что данный процессор является прямым конкурентом Cable Guys ShaperBox. И лично для меня здесь функционала разы больше. Ну, во-первых, модуляционный блок, который позволяет вам сделать огромное количество различных вариаций модуляции с различными блоками. То, что у нас уже в ShaperBox этого не существует. И второе, то, что здесь в каждом блоке запичкано огромное количество мануальных настроек для управления параметром, то, что делает этот прибор уникальным. Данный плагин можно использовать не только для получения обычного типичного сайдчейна, но его можно использовать для различных креативных задач. Ну что ж, друзья, под описанием этого видео пишите, успели ли вы использовать EFX Motion от компании Arturia и какие у вас впечатления. А я обещаю, что в скором времени мы с вами встретимся и поговорим про новые интересные темы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok